всем привет мастерская слона компании я вячеслав приветствую вас сегодня у нас будут 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ножей из порошковых стали и тоже по супер скидки назовем это так на одни сутки вчерашний вариант продаж я гляжу вам понравился меня тоже он устроил это скажем так оптовые цены я магазина так отдаю ножи почему я все не могу так делать но постоянно потому что оптовые цены вы понимаете оптовые цены то есть сразу много продал и какой-то какая-то выручка по одному ножу это так не выгодно во первых а если такие цены сразу поставить то оптовики будут просить еще дешевле а это мне будет уже в минус поэтому я решил ну если у вас появляет есть желание приобрести ну получается вы как бы объединяетесь вот вчера объединились и приобрели получилось как бы оптом хотя немного но для пробы сначала немного было сколько было столько показал такая вот история по заказам мы так не будем работать это просто невыгодно заказ есть заказ наличие есть наличие две разные вещи работа по заказу намного сложнее чем ты делаешь как ты хочешь вот и уже деньги вложены как бы они пошли дальше в оборот деньги выгодно чем они лежат на же там понимаю что они у меня не залеживаются долго неделю-две я не продаются но когда за один день продаются то ну мне гораздо наверно лучше это вот что так тут еще написано сейчас прочитал может быть дождемся скидки и цены семнадцатого года на порошки не не дождетесь семнадцатом году я не делал порошки там не было цен там не было цен но сегодня вот пробный ролик по порошкам если вам он тоже зайдет то без проблем если не зайдет ну тогда будем ходить на так давать кстати чтобы такие продажи были мне надо чтобы эти продажи были постоянно один раз в месяц вы купили остальное все нет тогда тогда смысла нет в этом во всем поэтому если вам что-то на данный момент не нравится вы можете друзьям родственникам отправить ссылку на этот ролик и может быть они приобретут за почему вам выгодно если это все будет так продолжаться ну когда-то и вам понадобится такая ситуация что вот по такой скидке вам какой-то нож понравится а если это не будет дальше иметь продолжение ну тогда мне смысла не будет это все делать все толку делать если все равно все лежит так что если вам что-то не надо но на будущее вы рассчитываете что-то присмотреть но отправляйте ссылки друзьям родственникам еще на же не хватило кстати по с 10 вчера очень много было запросов с 10 мы запустим с 10 но в течение месяца будут готовы то есть из 10 будут но я десяток запущу их по предзаказу я тоже не буду делать потому что по предзаказу дерево такое то вот шлифовка такая то по наличию я говорю вот берем 10 ножей запускаем тут по предзаказам надо за каждым 10 из 10 ножей отдельно смотреть в этом но и сложности время и все а когда ты 10 ножей делаешь просто на наличие ты просто их запускаешь и все делаешь одинаково и это ему гораздо проще гораздо быстрее делается ну кто у кого есть производство те понимают что одно дело делать на наличии другое дело делать на заказ это разные вещи совершенно поэтому на заказ таких цен не будет вот далее далее по эскизу ножа на рыбалку два дня назад я отправлял осталось одно место свободное кому интересно с 30 процентной скидкой остался один свободный нож поэтому кто-то один успеет сказать далее далее я блин а где сейчас вот вы хорошо показывать эскиз ну вот этот эскиз так вот он выглядит так вот он закрытый так видите вот он открытый то есть рыбачит закрытый выпивает открытый чрезмерное употребление алкоголь на по опасно для вашего здоровья и я сказал что вот это его не будет для подвеса то что вот видите полоска не будет для подвеса и там было предложение что сделать как рыбу вот этот подвес но мы вас послушали спасибо за предложение так и будет так и будет будем разрабатываем делаем здесь здесь будет под подвес в виде рыбешины. Так что ваши предложения пойдут в жизнь. Спасибо за предложение. Ну а теперь начнем с ножей. С10 вчера понравились ножи. Они были в бюджетном варианте, но и немного другой. А здесь мы экспериментально сделали нож С10 из Кромакса с более узким к кончику клинком. Больше, наверное, для рыбалки это все подходит. Ну смотрите, это как бы экспериментальный нож такого формата модель С10 вогнутый. Эти ножи сейчас все готовы, все заточены. Многие из них я уже показывал, но показывал по другим ценам. Сегодня будет намного дешевле на одни сутки. Те цены, которые я сегодня скажу, длятся ровно сутки после выхода ролика. Все, давайте, поехали. Модель С10 Кромакс. Вчера на С10 из Х12МФ и из 95Х18 очень много было заявок, поэтому из Х12МФ мы запустим. Из 95Х18 просто мне нет смысла покупать металл. Немного их заказывать, немного делаем. У меня сейчас нет Х12МФ металла в наличии, но для модели С10 я куплю металл и мы их запустим. Как раз вот на эти деньги, если вы сегодня что-то купите. Скажем так, зарплату сегодня надо выдавать. Ну и если продажи будут, то и как раз на металл останется. Вот модель С10. Дерево черный граб. Классно лежит в руке. Смотрите, это экспериментальный нож с более острым клинком. Длина клинка 141 миллиметр. Ширина клинка заточена. Я буду линейкой 20 миллиметров. 19, наверное. 19,5 миллиметров здесь у гарда и дальше на скос пошло. То есть вот рукоять. 123 миллиметра. Рукоять. Такой вот нож. Толщина. Толщина клинка 3,6 миллиметра. Толщина клинка. Так, стоимость этого ножа у нас по прайсу 17400. Со скидкой подписчика 15660 стоимость этого ножа. Стоимость этого ножа на сутки после выхода ролика 13500 рублей. Кромакс. Порошковая сталь. Термопроботка. Твердость 62 единицы. Это первый нож. Второй нож паука. Дерево стабилизированный как клена. Клин от обуха. Также сталь кромакс. 62 единицы твердости. Сразу скажу цену. Так, цена у нас на этот нож по прайсу 16400 рублей. Со скидкой подписчика 14760 рублей. На сутки после выхода ролика 12500 рублей. Стоимость ножа у лука. Сталь кромакс. Так, 125 миллиметров длина клинка. 19 миллиметров ширина клинка. 3,3 миллиметра толщина клинка. И 126,5 миллиметров длина рукояти. Сутки после выхода ролика стоимость этого ножа 12500 рублей. Далее, также сталь кромакс. 62 единицы твердости. Такая вот у нас финка НКВД без упоров. Дерево стабилизированное карельское береза. Клинок форма финка НКВД. Рукоять вообще форма все. Финка НКВД без упоров, чтобы не было холодным оружием. Итак, стоимость этого ножа у нас по прайсу 18400 рублей. Со скидкой подписчика 16560 рублей. Сутки после выхода этого ролика стоимость этого ножа 14000 рублей. Итак, длина клинка 125 миллиметров. Ширина 22 миллиметра клинка. Толщина клинка ровно 4 миллиметра. Такой мощный, небольшой нож. 123,5 миллиметра длина рукояти. Ну, классно. И на укол можно, если что-то проколоть. То есть, тут даже упоры не нужны. Вот, ну, маленькие упорчики все равно есть. Ну, в пределах дозволенного законодательства. Ну, и любой хват очень удобен. Итак, сутки после выхода этого ролика стоимость этого ножа 14000 рублей. Далее у нас более серьезные вещи пойдут. Сталь магнокат. Эти ножи я уже показывал. Сегодня цена на них будет на сутки намного меньше. Дерево стабилизированное в карельское береза. Такая у нас вот огненная птица здесь. Назовем ее так. Ну, кому нравится больше орел, ну, значит, орел. Сталь магнокат. Так, 64,90 твердости. Так, стоимость на вот этот нож. Давайте я их оба покажу сразу. Вот, два ножа. Здесь стабилизированная карельская береза. Нижний монгольский дуб стабилизированный. Стоимость любого из этих ножей у нас по прайсе 25500 рублей. Со скидкой подписчика 22,950 рублей. На сутки стоимость любого из этих ножей 21 тысяча рублей. 21 тысяча рублей. Клинотолбуха шлифовка. Я один померю, они одинаковые размеры у них. Так, 147 миллиметров длина клинка. Ширина клинка 28 миллиметра. Толщина клинка 3,8 миллиметра. 129,45. 48 сотых длина рукояти. Любой из ножей, показанных сегодня, мы можем сегодня же отправить. Стабилизированный монгольский дуб. Стоимость любого из этих ножей на сутки после выхода ролика. Сколько там у нас? 21 тысяча рублей. Далее, модель S11. Цена такая же, как у предыдущих. У нас 25 тысяч по прайсу. 25500 по прайсу. 22,950 со скидкой подписчика. И на сутки 21 тысяча рублей. Стоимость любого из этих ножей. Так, здесь тоже сталь магнокат. 64 единицы твердости. Клин от обуха шлифовка. Здесь стабилизированный кап клёна. Будет еще темляк. Ко всем ножам идут, сейчас, кожаные ножны. Я тут не покажу, но вот такого вот типа кожаные ножны. Черные или коричневые. Вот такого типа кожаные ножны идут со всеми ногами, которые я сегодня покажу. Так, и стабилизированный монгольский дуб. Дерево. Также темлячочек будет. Такой вот он переливается, видите? Классно. Так, размеры клинков. Клинки размеры одинаковые здесь. Один только замерю. 145 миллиметров длина клинка. 30 миллиметров длина клинка. Так, 4,16 толщина клинка. Длина рукояти 127,5 миллиметров. Видите, вот какая маленькая заточенная, ну, режущая кромка. Заточенные ножи. То есть, с ножи где-то 0,2 миллиметра толщина режущей кромки. То есть, почти что в ноль они сделаны. Видите, на всех она прям маленькая. И еще один нож. Этот нож был изготовлен на заказ. Но пока мы его изготавливали, у человека возникли финансовые проблемы. Поэтому он отказался от заказа. И мы выставляем его на продажу. Дерево. Стабилизированный монгольский дуб тоже. Это потемнее уже такой. Сталь. Ситиэс 204П. 63 единицы твердости. Так называемый судак у нас. Это нож. Модель S13 судак. Рыбочистка рабочая. Нож, как вы видите, заточен. Вот режущая блестит небольшая. Так. Стоимость этого ножа у нас по прайсу 25900 рублей. Минус скидка подписчика. Если по скидке подписчика 23310 рублей. На сутки стоимость этого ножа, на сутки после выхода ролика, стоимость этого ножа 21500 рублей. Классно. Мы такие на наличии, наверное, не делали никогда. Я, по крайней мере, не помню. Такие делали только на заказ. Поэтому вот заказная вещь. Классная вещь. Почистить рыбу. Распотрошить ее. Также темлячок будет кожаный. Ну и все ножи, я показал, с такими. Примерно ножными идут. Такими, как я показал. Так, на сутки 21500 рублей. Ну, я думаю, его быстро заберут. То, что действительно, такие мы не выставляли. Да еще и по таким ценам. Ну, возможно, я ошибаюсь. Возможно, вообще ничего не заберут. Так вот, загадывать от вашего настроения, ваших финансов, вашего предпочтения сложно. 140 миллиметров длина клинка. 29 миллиметров ширина клинка. Ну, если этот вам нож понравился, тогда звоните сегодня Ивану. Я постоянно в разъездах. Мне вчера писали, звонили. Я так за рулем был, пытался как-то отвечать. Но я, когда за рулем там еду, я же не знаю, что тут у Ивана, какие продажи. Поэтому, если вам нужно оперативно, звоните, пишите Ивану. С 12 до часа по Москве у Ивана обед. То есть, с 12 до часа пишите на WhatsApp. Он приходит и по очереди смотрит эти сообщения. Так что, если с 12 до часа Иван не отвечает, он на обеде. Так, всё я, наверное, сказал. Я не помню длину рука. Ну, давайте ещё, я тут заговорился. 140 миллиметров длина клинка. 29 миллиметров ширина клинка. Толщина клинка. Так. О. 2,7 миллиметра у гарды. Ну, да, 2,7 миллиметра. Длина клинка. Ой, толщина клинка. Ну, и длина рукояти. 130 миллиметров длина рукояти. Ну, поверху здесь. Вот. И так, стоимость этого ножа на сутки 21 тысяча 500 рублей. Ну, классный нож, факт. СТС 204П. Очень хорошая сталь. Ну, аналогом 390. Только американский. Не китайский, а американский. Сейчас так получается, что я буду работать в основном с американскими сталями. Кто-то пишет. Вот. Говорили, что последние. Всё. Больше стали не будет. Ну, так оно и было. Так оно и было. Мы же не знали, когда вот эти санкции ввели, все дилерские конторы позакрывались. Ну, может, не закрылись, не знаю. Ну, короче, там у них всё сразу раскупили, большие компании. И всё, металла не было. И такие маленькие компании, как мы, например, мы же не знали, кто-то привезёт. Или найдём мы выходы на приобретение металла. Или не найдём мы выходы на приобретение металла. Поэтому мы говорили, соответственно, что да, вот остатки есть и всё. Сейчас, ну, вот мне из Америки присылают металл из Европы. В Европе вообще, в Германии, там тоже есть у меня человек. Но там у Бёллера больше проблем, чем у Карпентера с этими слигирующими элементами. Там тоже проблемы с металлом. Поэтому с Германией я не знаю, как это всё будет. А с Америкой металл будет поступать теперь постоянно. Так что металл будет. Вот. Там ещё писали, вот я по этому, по предзаказу на рыбалку, что я не знаю, сколько стоит, сколько будет стоить на тот металл. Вот здесь в комментарии непонятно, почему в минус. Вы же сначала оплачиваете лист металла, потом он едет и пофигу, как скакнёт доллар. Я о чём говорил. Вот который лист металла у меня пришёл. Надо завтра получить его. Вот, кстати, 90С. CPM S90V пришёл. Сейчас поеду его получать. Вот. Но этот металл я не буду держать 3 месяца, когда мы разработаем нож. Этот металл сейчас пойдёт в работу. А следующий лист, когда я куплю для того, ну там через месяц, через два, через... Ну вот, посмотрим, как это всё пойдёт. Я не знаю, какой там будет, какая будет стоимость доллара. То есть вот это всё. То есть я не могу это... Вот поэтому я и не могу сказать цену. Потому что, да, лист пришёл, но я его не могу держать 3 месяца, чтобы ждать, когда там я эти ножи... Деньги вложены. И, конечно же, он придёт, и я его сразу запущу в работу. Тем более, на него уже есть заказы. Если вас интересуют заказы CPM S90V, то обращайтесь к Ивану по заказам. Потому что на него уже есть заказы. И он придёт, и мы на следующей неделе его уже будем распускать. Когда мы его распустим, нарежем клинки, которые по заказам, и нарежем клинки, которые на наличии. Тогда уже заказные вещи мы у вас не сможем принять. Ну вот, сможем, если вот будет такой клинок нарезан. Если не будет, то ждать следующего придётся с листа. Когда он будет. Но сначала этот надо выработать. Такие вот, такие вот, вот так вот. Поэтому, да, когда ты оплачиваешь наш металл, он уже идёт ничего. Ну, я ещё его не купил, и ещё ищи. Ну, короче, вот так вот. Поэтому, не знаю, какая там будет цена. Ну, не в этом суть. Девять человек, которые рискнули, я думаю, они не пожалеют. И один ещё. Ну, тут уже не играет роли. Я, в принципе, эти 10 тысячи сам отдам. Так что, есть возможность одного заказа, одно вакантное место осталось. Так что, думайте, решайте. Когда я уже с Сергеем полностью расплачусь. То есть, вот ему осталось отдать 10 тысяч рублей по авансу. Если я сам уже оплачу эти 10 тысяч рублей, тогда останется 9 человек, а 10 мы не будем брать. Вот так вот. Всё просто. Почему 30% скидка? Потому что вы, как бы, вкладываетесь в изготовление мастер-моделей. Вот, мастер-моделей всего этого вот. Вы вкладываетесь и получаете 30% скидку. Вот, фактически, вы получаете нож по себестоимости. Вот, а если уже я вложился, то мне уже 10 человек будет не нужен. И пойдём с 9 дальше. Всё, до новых встреч, всего хорошего. Смотрите наши ролики. Я думаю, теперь вам будет интереснее смотреть наши ролики. Делитесь с нашими роликами, пускай другие покупают. Если у меня вот так будет всё продаваться по этим ценам в течение суток. Ну, не всё, но так, хорошая часть. Тогда мне это будет интересно. Тогда я думаю, ну и вам это, судя по комментариям, и вам это тоже будет интересно. Только теперь вам надо быстрее смотреть ролик, а не ждать, когда там сутки пройдут или сколько-то пройдут. Потому что вчера, вчера было много этих, особенно на С-10, много заявок. А ножа было только два. И также только один наш нож. Ну и остальные. Смотрите. Всё, до новых встреч, поедем за металлом. До свидания. До свидания.